Для монахов очень важно было удерживать себя от соблазна общения с противоположным полом. Особенно строго соблюдали это условие в женских монастырях. В средние века монахинь, которые были уличены в нехватке веры, быстро усмиряли тяжелым трудом. Их заставляли выполнять самую тяжелую, нередко бессмысленную работу, приводившую в отчаяние. Навешивание вериг, утомление и унижение должно было отвлечь женщину от греховных мыслей и вернуть ее к Богу. Но это было не самое страшное. Тех, кто упорствовал, облачали в вериге. Это были тяжелые длинные цепи, которыми обматывали тело ослушницы. При любом движении вериги давили и натирали кожу, причиняя монахине сильные страдания. Это должно было искоренить любые помыслы, связанные с противоположным полом. Иногда монахини сами пытались избавить сеп, если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с big picture. Руя от греховных мыслей. Они занимались самоистязанием, придумывая весьма изощренные и жестокие способы. Чаще всего практиковалось самобичевание плетью, когда женщина сама секла себя по обнаженной спине до крови. Также в ходу были власеницы длинные грубые рубахи из козьей шерсти. Контакт власеницы с телом вызывал невыносимый зуд и считалось, что это отвлекает от мирских соблазнов. Образ жизни в монастырях, но самым эффективным способом борьбы с плотскими искушениями, был образ жизни монахинь. Женские монастыри были более строгими, чем мужские. Они располагались в отдаленных местах, нередко были окружены стеной, и доступ туда мужчин за исключением священнослужителей был запрещен. Часто монахини не видели посторонних людей годами, так что вероятность падения в плотский грех была минимальной. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.